Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Шаббат, шалом, друзья! Давайте мы помолимся перед комментарием Торы. Благословен Ты, Господь Бог, наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам Тору. Благословен Бог, дарующий Тору. Баруха Та, Адонай, Эллоэйну, Мэлэйха, Алам. Ашир Бахарбану, Миколь, Вэмин, Натанлану, Торато. Баруха Та, Адонай, Натанна, Тора. Амэн. Пожалуйста, присаживайтесь. Недельная глава называется «Вайгаш», что в переводе «И подошел». Эта книга перешит, 44 глава. И практически эта недельная глава, она открывает Божий замысел спасения всего еврейского народа. Спасение нашей семьи Иосифа, да, и отца Иакова, и в последующем спасение всего еврейского народа. Вы знаете эту историю, эта история об Иосифе, и хотя никто и не предполагал, ни Иосиф, да, на которого была возложена определенная миссия, ни отец Иаков, ни братья, никто не предполагал, что именно таким путем придет спасение и избавление. Конечно, больше всего досталось Иосифу, потому что мы знаем, да, если смотреть историю изначально, мы знаем, через что он прошел. Продан в рабство, отвергнут братьями, несправедливое обвинение, тюрьма и так далее. Но мы видим, что в этой главе она показывает то, что не всегда будет все плохо. Правда? Всегда приходит момент, когда тучи, они расходятся, когда солнце выходит, и приходит то, что на самом деле обещал Бог. Проведя его через определенные ситуации, Бог все-таки воссиял свет, да, в его жизни. И не всегда будет так плохо. Если вы находитесь в каких-то ситуациях сложных, не всегда будет так. Есть одна такая, я помню, один пастор, он всегда у меня была такая таблица, написанная там, да, там, не всегда так будет. Поэтому не всегда будет плохо, а всегда Господь, Он выйдет навстречу, и Он явит свою славу, свои чудеса. И я бы хотел бы зачитать местописание, я не буду все читать, потому что времени мало, именно заострить внимание именно на некоторых стихах. Это книга «Бытие», Берешит, 45 глава. Это когда Иосиф, он открывается своим братьям. И сказал Иосиф, братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, и он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И теперь два года голода на земле и еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Но Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Слава Богу! И из этих стихов я увидел некоторые моменты, которые действительно помогут нам вообще в жизни, увидеть именно Божью волю и Божью благость. И первый момент – это Божий путь моего призвания. Я хочу сделать как бы акцент. Именно есть Божий путь, есть наши пути, но есть Божий путь того призвания, которое Бог призвал каждого из нас. И именно Бог провел Иосифа именно своим Божьим путем. И в этом как бы моменте не мы выбираем, какой путь мы должны пройти, как бы нам хотелось. Но Бог определяет этот путь для нас. Именно Бог определяет. И, конечно же, Он не всегда бывает легок этот путь. Да, как Господь говорит, да, то есть не ваши пути, но мои пути, не ваши мысли, но мои мысли. И в другом местописании это то, что, да, то, что есть путь, который широкий, пространен, да, куда он ведет, а есть узок и тернист путь. И именно вот есть Божий путь, по которому мы должны пройти. И есть Божьи пути, а есть наши пути. И в чем их отличие? В том, что мы не видим так, как видит Бог, а Бог всегда видит, ну, дальше. Например, с Иосифом, да, то есть пройдя Божий путь, он не только стал, ну, великим, да, правителем после фараона, но через этот путь пришла к спасению вся его семья, а в итоге весь, весь народ. И мы знаем как бы этот путь, и это очень важно. И, конечно, можно подумать, можно было бы пройти другим путем. Ну, возможно бы можно было, как, как, может быть, как-то он бы оказался бы другим путем в рабстве. Но я думаю, что именно этот был Божий путь. Тоже самое можно было бы сказать, а можно ли получить, ну, как бы иметь спасение, если бы Ишова не умер? Я думаю, что невозможно. Поэтому Иосиф должен был пройти эти все события, предательство, яма, несправедливо, и это был Божий путь. И второй момент, чему, как бы эта глава может научить, всякое зло, оно обращается в добро. И местописание, сам Иосиф, он озвучивает такие слова, это Бытие, 50-я глава. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, то есть сохранить жизнь великому числу людей. Конечно, Бог, Он не замышляет зло, и Бог не является авторством зла. Бог знает сердца, да, людей, в котором есть зло. Но всякое зло, которое будет, ну, умышлено, замышлено против тебя, или использовано, да, против тебя, то Бог любое зло, Он обратит в добро. Конечно, мы понимаем это уже позже. И это понимание, оно, ну, как бы не дает нам права или помогает нам не держать зло или обиды на тех, кто это сделал. Потому что в итоге мы понимаем, что все-таки в этом тоже был какой-то Божий промысел, да, или Божья воля. И любое зло, которое было против, да, каждого сделано, ну, в данный момент, ну, против Иосифа, оно обратилось в добро. И это не дает нам, как бы, знаете, понимания или даже дает нам Божье понимание, то есть не обижаться на людей. Хотя Иосиф мог сказать, ну, вы же сделали мне зло, вы же такое сделали, ну, вот никто бы мог бы даже не подумать. И он бы мог бы обозлиться, да, он мог бы обидеться и мог бы просто, ну, как бы отвергнуть свою семью. Но я думаю, что Бог, он бы сказал бы ему, поработал бы свое сердце, ему сказал бы, то есть ты здесь не только для того, чтобы ты стал вторым человеком, а ты здесь, потому что у меня был план спасти твой дом и весь и весьский народ. Вот. Поэтому любое зло, которое кто-то причиняет, оно впоследствии обратится в добро. Аминь. И третий очень важный момент, о чем хочу сказать, то есть Иосиф, он является прообразом Мессии. Потому что, если мы читаем историю, то мы видим, что очень много параллелей, очень много параллельных нитей, и очень много параллелей, то, что было в жизни Иосифа, так же происходило в жизни нашего Господа. И давайте мы эти параллели просмотрим. Первое, это Иосиф, он был возлюбленным сыном, да, сын старости. Ишуа также был тоже возлюбленным сыном. Помните, когда Господь говорит, это мой сын возлюбленный. Иосиф был призван спасти дом отца. Ишуа, он также призван спасти и искупить Израиль и все человечество. Иосиф был отвергнут братьями. Ишуа был отвергнут братьями. Когда, помните, он пришел к своим, и свои не приняли. Иосиф был продан за 20 серебряников. Ишуа был продан за 30 серебряников. Потом мы смотрим, что Иосифа бросили в яму, да. То есть, символически, как бы, его похоронили, он умер. Ишуа тоже умер на Голгофском кресте. Также мы смотрим об одежде, да. То есть, с него сняли одежду, обмазали его кровью. Также и об Ишуа тоже говорит о том, что его одежда была кровавлена кровью. И мы смотрим много-много параллелей. И последнее, очень важное, Иосиф открывается своим братьям. И при всем том, что они сделали зло, да, братья, предали его, он не перестает их любить. И это показывает, ну, вот в этой главе именно Иосиф, он, знаете, показывает, показывает, ну, именно сердце Бога. То, что как бы больно, ну, тебе не сделали, он не перестает их любить. Как притча о блудном сыне. И некоторые не любят евреев, да, обвиняют их в том, что они распили Христа. И теперь самые виноваты. Помните, когда Пилат, он умыл руки, да, и те, кто распинал его, евреи кричали о том, что, ну, его кровь на наших руках, на наших детях. И как бы в этом, как бы говорят о том, что вот они во всем виноваты, поэтому их постигают какие-то, какие-то последствия. Но на самом деле Писание, оно об этом не говорит. Писание, оно не обвиняет в этом. Это ложное обвинение, и Писание об этом не говорит. Писание говорит, что нужно было, что пострадать Христу, да, нужно было пострадать, быть преданным и пострадать, умереть за каждого из нас, чтобы каждый из нас, он был спасен. И это был Божий промысел. И так как Иосиф, он открылся своим братьям, он сказал, это я, ваш брат. Так же самое Ишоа, он откроется своему народу. И как Иосиф, он не обвинял своих братьев, так же самое я верю в то, что это как прообраз, и так же Ишоа, он не будет обвинять тех, кому он откроется. Он открылся каждому из вас. И я думаю, каждый из нас пришел с разными ситуациями, с грехами, с разными грузами. Обвинял ли он нас, когда мы пришли к нему? Он не обвинял. Он даже, знаете, интересно, я когда читал, то братья начали оправдываться, ну мы там недостойны, мы вообще. А он говорит, успокойтесь, все хорошо, все нормально. Все, что было, все позади. Он, наоборот, даже их успокаивал. Я верю, что Бог, Он, когда откроется своему народу, Он не будет их обвинять, Он будет их успокаивать, как и каждого из нас. Поэтому пусть Бог нас благословит, верить, доверять Господу, и во всем уповать на Его благость и милость. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Шаббат Шалом. Еще раз, дорогие друзья. Слава Богу.